Называется оно «Селфи». Сцена изображает скромный кабинет в ООН. Владимир Путин беседует с Бараком Обамом. Обама, сдержанно. Мы рады лидеру России. Я вижу, вы в расцвете сил. Вы нас о встрече попросили. Кто? Я просил. Я не просил. Обама, оставим это. Я не в теме. Хватает всяких прочих дел. Но вы увидеться хотели. Путин, не я хотел, а ты хотел. Обама, неважно. Редко говорим мы, тем почти так наедине. Ну что, о Сирии, о Крыме? Путин, про Крым неинтересно мне. Крым наш, а Сирия далече. Мне важно сесть с тобой за стол. Чтобы как бы ты просил о встрече, а я, как видишь, с ней зашел. Мне совершенно не до Сирии. Мне все равно, кого бомбить. Мне важно то, что вы просили, и я приехал. Так и быть. Обама, я не просил, но суть не в этом. Уж раз вы здесь, и шанс такой. Договоримся по ракетам, по всяким бомбам Путин. А на кой? Ракеты, бомбы, то, другое, бодягу, всякую развел. Мы все равно для вас изгои. Ты, извини, для нас козел. Все эти требования Минска, но в российский наш разбой. Я не за тем сюда явился, чтобы разговаривать с тобой. Мы можем быть в любом развале, хоть на пороге не считай, но важно то, что вы позвали. И я приехал. Понял ты. А Киселев такого помнишь, когда вдвоем покажет нас, он скажет, я пришел на помощь и спас себя в который раз. Дела в ажуре, деньги в сейфе, ни в измущении, ни в стыда. Мне только надо сделать селфи, где я с тобой. Пойди сюда. Приобнимает его. Обама. Как разно все у наших родин, но не идти же на скандал. Путин, убирай айфон. Ступай, Обама. Ты свободен. Я вас опять переиграл. По-моему, очень похоже. Учтите, что я это писал позавчера, когда еще было совершенно непонятно. Так что будем? Вот. Я почитаю несколько сравнительно свежих стежков. Как раз чисто лирических. Значит, как всегда, заказы, вопросы и заветки приветствуются. И вообще постараюсь, как смогу. Конференция, она началась уже сегодня. Вот сейчас там проходит как раз прием с большим количеством еды. Но я предпочел местную, да? А завтра у меня там и большой вечер с другим набором текстов. А доклад, вот который, собственно, американские приключения доктора, половине третьего в среду. Я еще по тому сюда с таким рвался трепетом, что здесь сейчас в гостях у жениха живет дочь. И она собиралась сюда сегодня тоже заехать, но, видимо, ей... И ей может быть и не до меня, в принципе. Я это пойму. Но, возможно, вариант, что вы увидите бесконечно трогательную встречу. Это будет такой, слово, это бонус. Вот. А теперь, значит, вот так и двенадцатая баллада. Если был я Дэн Браун, давно бы уже подошел бы к профессии правильно. Вот идея романа на чьем тираже я поднялся бы круче Дэн Брауна. Но роман — это время, детали, слова. А с поэзией проще управиться. Начиналось бы так. Патриарх и глава удаляются в баню попариться. Происходит все это не в нашей стране, не на нашей планете, а где-то в огне. Разложив на полке мускулистую плоть и, дождавшись, пока разогреется, президент бы спросил его, есть ли Господь. Патриарх бы сказал, разумеется. Президент бы промолвил, я задал вопрос, но остался, похоже, непонятым. Патриарх бы ответил бы, если в СИЁС, то, естественно, нету, какое-то. Президент бы его повалил, притавил и сказал, я с тобой не шучу. Уловил. Жаркий воздух хватает, оращая глаза, Патриарх бы сознался безрадостно. Ну, за что ты меня? Я не знаю, не знаю. Президент бы сказал, мы-то оснаемся. И ушел бы приказ по службам страны оторваться на месяц от всякой войны, от соседских разведок, подпольных врагов и от внешнего слогу таящего разыскать, перечислить наличных богов и найти среди них настоящего. Меж мечети, меж пагод, меж белых палат и впервые крамового откакывать. Ведь нашли же однажды, а понтик Билат был не лучше, чем нашу ушкакывать. И пойдет панорама таинственных вер. Будуист, например, синтаист, например, это сколько бы можно всего описать. И мулатку, и польку прелестную, и барочный фасад, и тропический сад, и муран, и ибон, и флоренцию промелькнул бы с раскрашенным бубном шаман, и гречанка с Афиной балладую. Но зачем мне писать бесконечный роман, где оделаться можно балладую? И обшарив сакрайные точки страны, то есть точки земли, возвратятся герои в тоске и пыли, из метели и адского печива. И признаются, мы ничего не нашли, а докладывать надо. А нечего. И возьмут они первого встречного, ах, да вдобавок еще и колечного, ах, и посадят без всякого повода, и хватают его, и пытают его, и в конце уже Богом считают его, и бы верят же все-таки в Бога-то, и собьют его с ног, и согнут его в рог, и бы дело действительно скверное. И когда он под пыткой признает, что Бог, он и станет тем Богом, покалечит его, извечит его, когда он совсем покалечится, то умрет под кнутом и воскреснет, потом и воскреснув, спасет человечество. И начальство довольное. Не в первый же раз предъявляет бездыханное тело им. Неизменный закон торжествует у нас. Если Господа нету, то сделаем. И случится просвет на две тысячи лет, а иначе будет полная задница, потому что ведь Бога действительно нет, пока кто-то из нас не сознается. У меня есть такой любимый абсолютно цикл, я из него сегодня довольно много буду читать, он называется «Песни славянских западников». И в нем, ну, это такая попытка продолжить пушкинские эксперименты с Дольником, и вот такое статурение отсюда, которое называется «Песни о старике и старухе». «Предо мной сидит моя старуха, перед ней разбитая корыта, круг нее пустынно и сухо, вся земля измята и изрыта. Бог с тобой, рыбка золотая, ступая себе в синее море, а я тут останусь, причитая, мылкое привычное горе, здесь моя нужда пусторука, здесь моя любовь ядовита, это ж как-никак моя старуха и мое разбитое корыто. Вечная тупая непруха, за чужую жадность расплата, дай я обниму тебя, старуха, ты-то ни в чем не виновата. Никакой ангел пролетая нашего стыда не оценит, никакая рыбка золотая мне моей старухе не заменит. Выживать сухо да коряво это наша давняя привычка, была у нас курочка ряба, смесла нам золотое яичко. Слово не выбросишь избыли, так его били, что устали, били мы его, не разбили, разве облупили мы с нами? Мышка по избе пробежала в эту неурочную пору, выстрелив раздвоенное жало, или это хвостик, не помню, мы ее позвали на репку. Господи, что за невезение, то у нас яичко не бьется, то у нас репка не вылазит. Помнится, сидим мы устало, возле золотого распила. Репку-то она нам достала, да зато и яичко разбила бы. Незачем мышей беззаботных в помощь приглашать, да что ж делать, если всех приличных животных мы уже прогнали за дерзость. Крикни, что пошло бы все прахом, а судьба ставит запятые, незачем рыбакам и пряхам получать вещи золотые. Будем жить с тобой, моя старуха, у воды неверной и зыбкой, так же безнадежно и глухо, как дойти в глупости и с рыбкой, обживать каменную глыбу, привыкать к бурому пейзажу, пока я не выловлю всю рыбу, а ты не выпридешь всю пряжу. И будешь ты, как по воле вражьи, в домчего прясть и аккуратно, покуда своей липкую пряжей не заткешься остров, как арахна. А когда все будет покрыто сплошной паутиной и безразбору, мы сядем в разбитое корыто и поплывем на арарат гору, и курочка нас будет, как обычно, утешать среди синего простора. И смесет нам новое яичко, но не золотое, а проське. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, ну вот попробую я два таких относительно осенних стихотворения свежих. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот и дни последнего тепла, сияет клён оконного стекла, касаясь, по улицам шатается толпа. Красавец, красавец, и сияют из пятой, последней острой нервной красотой, с мечтательным и хищным выражением, всё нараспашку, наобзничь, на показ, всё веет размножением и разложением. Повсюду жгут листву, в её дыму, мучительно бродить по одному, все по два, но ясно, что не выйдет ничего, всё на показ и всё обречено, всё будет подло, медленно, черно, бесплодно, всё рвётся, умирать и истреблять, природа, как накрашенная, блядь, невинно, о тупике кричит любой пустяк, и летом тоже так, но летом так невинно. Под окнами дворовый стадион, всеобщей суете под стадион, часами футбол гоняет свет пяти дворов, аплодисменты, свист, кричал Кирилл, всё сами, чрезмерен каждый выкрик, каждый штрих, как поцелуй с оглядкой на других, и краем сознание на швек не так тяжёл, да, всё разнос, а мы ещё футбол играем, и точно так в прощальный свой расцвет шевелится и шепчет всякий бред, держава, которая, как старая пежо, в закатном свете выглядит свежо, но ржава. Листва шумит, хотя уже суха, на всём кресты зияния труха, как будто на машинке буква «Ха» залипла, и в каботе, и в доме, и в мозгу всё гласит «Я буду», «Я смогу», но сипла, всё кончится, и сякнет, и умрёт, без смысла и трагических высот, всё выродится в скверный анекдот, нет времени честней, чем бабе лето, «И если я люблю его, то вот, за это». АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, несколько припомнил стишков из книги «Ясно». Русский шансон. По идее, это надо, конечно, пить, пипеть, на мотив, значит, цыганка с картами, но, как бы щадя вас, я всё-таки прочту. Я выйду за спиной, с рассветом паспортным, с небес сочащимся на ваш бермузг, закину за спину котонку с паспортом. Я вернусь к тебе, не вернусь, ты выйдешь в свет за мной, под дождик каплющий, белее матово, как блик на дне, и кофту старую, напялив на плечи, лицо помятое подставишь мне. Твой брат в Германии, твой муж в колонии, отец в агонии за той стеной. И это всё с тобой в такой гармонии, что я бы не выдумал тебя иной. Тянуть бессмысленно, да и действительно, не всем простительно сходить с ума, не увестить тебя, не навестить тебя, а оставаться здесь, прикинь, сама. Любовь, Господь с тобой, любовь не выживет. Какое шоу, Мастни, 20 лет. Нас ночь притиснула, как будто ближе нет, а дальше что у нас, а дальше нет. Не обещанница, не досвиданница, но вдоль по улицам, где пыль и взвесь, твой взгляд измученный за мной протянется и сохранит меня, пока я здесь. Сквозь тьму бесстрастную пойду на станцию, по узкой улице в один этаж, давяюсь пространствами, я столько странств, а эта станция одна этаж, что кислодрищем, что коленищем, безмолвным ищем проводит в путь, с убогослезной усмешкой нищего, всегда готова в ответ пырнуть. В стальных мостах она, в сырых кустах, она во всех местах она растворена. И если вдруг тебе нужна метафора, всей моей жизни, зениту вот она. Прогоны, станции, шансоны, жалобы, тупыми жалобами, извещей дождь. Земля, которая сама сбежала бы, да делать нечего, повсюду тоши. А ты среди нее, свечою белую, два черных омута глядят мне вслед. Они хранят меня, а я что делаю? Они спасут меня, а я их нету. Ясно. Зеленое небо, лиловое облако, осенние сумерки, гул и прохлада, особая ясность, отчетливость облика, шоссе, перелески, высотки, ум кадры. Такое же небо в конце навигации я видел у края полярного края. Из памяти всплыло, пришло повидаться ли, в спокойной надежде меня укрепляя. Я помню зеленое небо Анадыря над гладкими водами с пятнами масла. Такое пустое, такое громадное, без слез говорящие. Ясно. Все ясно. Последнее судно уходит из гавани, и чайки за ним устремляются свитой. Над их голосами корявыми, ржавыми сгущается ночь синевой и ледовитой. Мне снятся хрущевок цветастые ящики и школьник, живущий в хрущевке у бухты, спокойно смотрящий во свет уходящему, без всякого ахты, без всякого ухты. Я сам этот школьник, возросший в Анадыре, смотрящий в окно отрешенное небо, не знающий всяких, а можно, Анадыре, а знающий это зеленое небо. Стою в полутьме, выключатель не дергаю и молча смотрю небес сладкой щекотки на город, вползающий долгую, в долгую для многих последнюю зиму чекотки. Другого величия нам не обломится, но сладко взамен паникерства и пьянства смотреть на стеклянную трубку барометра. Без слова говорящего, ясно. Все ясно. У Малковского есть такое знаменитое стихотворение, которое так и называется «Лучший стих», о том, как ему трудно было выбрать лучшее стихотворение, и о том, что потом из этого вышло, это довольно забавная, на самом деле, история. Вот я, поскольку я только что закончил книжку про него, этот вопрос, как бы, вот, ему задано, и меня тоже волновало всегда, но у меня нет никаких проблем с определением лучшего стихотворения, во всяком случае, любимого. Я вам его очень часто прощу. Квадрат среди глинистой пустыни, в коросте чешуек обожженных, налево барат для осужденных, направо барат для прокаженных. Там лето, раскаленные печи, а следом оскал зимы бесснежной, а все, что там осталось, от речи, проклятия друг другу и Богу. Нет там ни зелени, ни тени, нет ни просвета, ни покоя, ничего, кроме глины и коросты, ничего, кроме зноя и гноя. Но на переломе от мороза клетней гигиене в ней негасимой есть краткий двухдневный промежуток, невидный, почти переносимый, но между днем уже слепящим и ночью еще немой отстыни, есть два часа, то и меньше, с рожеватыми лучами косыми. И в эти два часа этих суток даже верится, что выйдешь отсюда, разомкнув квадрат, как эти строфы, размыкаются строчками без рифмы. И среди толпы озверевший, казними всеми пораженный, вечно есть один прокаженный, к тому же невинно осужденный, который выходит, как ради, смотрит сквозь корявые щели и возносит Господу молитву за блаженный мир его прекрасный. И не знаю, раб ли он последний или лучшее дитя твое, Боже, а страшней всего, что не знаю, ни одно ли это и то же. Поэтому, как известно, называется человек, который из всего умеет извлечь выгоду. И вот однажды, когда жену мою допрашивали в Следственном комитете за какую-то публикацию на «Открытой России», а я приехал ее сопровождать, чтобы ей было веселее, пока, говорит, ее там допрашиваю, я сидю в коридоре и написал стишок. В общем, я посвятил бы его Следственному комитету, но что-то у меня остальное. В России блистательного века, где вертит хвостом или советом, умирает великий велогонщик, не выдумавший велосипеда, покидает великий велогонщик недозрелую кислую планету, положил бы под язык валидольщик, только еще и валидольщика нет. В Англии шестнадцатого века спивается компьютерный гений, служащий лорду-графоману, переписчикам его сочинений, а рядом великий оператор, этого же лорда стремяный, он снимает сапоги с господина, а больше ничего не снимает. Ты говоришь, ты одинока, а я говорю, не одинока, одинок явившийся до срока, роботехник с исламского востока, выпекает он безвкусное тесто, с детства до самого погоста, перепутал он время и место, как из каждых ста девяносто. Мой сосед угрюмо недалекий, по призванию штурман межпланетный, лишь за этот жребень недолетный я терплю его ремонт многолетний, штробит он кирпичную стену на обед, на завтрак и на ужин, словно хочет куда-то пробиться, где он будет кому-нибудь нужен. Иногда эти вырубки святы, иногда злонравны и настырны, так невестичий жених не родился, все равно в бордель в монастыре иные взбиваются в норы и сидят там подобно перельману, а другие поступают в малюты, и клянусь я их, понимаю, я и сам из этой породы подобен я крылатому змею, некому из ныне живущих оценивать то, что я умею, живу, как сверкающий осколок чьего-то грядущего единства, какому бы мой дар бесполезный когда-нибудь потом пригодился, способность притягивать, немилость, искусство отыскивать подобных, таланты задачи безмозглых, умение тешить безутешных. Я попробую вспомнить одно тоже такое очень мучительное стихотворение, которое, у меня нет его с собой, но я попытаюсь его отоправить, восстановить. Оно называется «18-я баллада» и имеет некоторую предысторию. В Москве было два петельных заведения, друг с другом конкурировавших, в одно ходили консерваторцы, в другое – историки-архивисты, это Рюмочная на Никистой и в переулке рядом Шашлычная. Рюмочная выиграла это заведение, подобно, значит, Грымовской колючей подушке, потому что она выжила, а Шашлычную закрыли, и там теперь какая-то длинная кофейня. Шашлычная проигрывала по нескольким параметрам, там нельзя было сидеть, но она выигрывала, потому что она была эстетичней. Там висели по стенам картины. И висели по очень странному подбору. Там висело похищение Сабининок, тройка Перовская и «Воловное дитя» и вот единственное, что написано, что единственное, что осталось от этой шашлычной – это вот эта баллада, которую я и попробую вам прочитать. Сейчас, подождите, мне так всё сравнило. Из французских полотен Люблю не шутя, Лишь картину «Баловное дитя». Написал её грез Или правильный грез. Я люблю её прямо до слёз. Репродукция эта Бледна и блекла, Без какой-нибудь рамы И даже стекла, Украшает собой Московский кабак Для окрестных дворовых собак, Для облезлых, усталых, Потрёпанных псов, Что бухать начинают Двенадцать часов, Из обслуги Из закусок Имеются в хале и сыр, Из обслуги Облывший кассир, Завсегдатый Двящий медленный спор Поднимают порой Мутящийся взор На картину Лисящую в левом углу И в груде Ощущают иглу. На картине, как помнит Должно быть любой Симпатичный ребёнок Довольный собой Украшает собаку Дворянских кровей Из фарфоровой ложки Происходит всё это В уютном дому, Дуртуар или кухонька, Сам не пойму, Где хозяин должно быть Доволен женой, Хоть бардак, Но живой и живой. На ребёнка, Что тратит избыток еды, Потому что не чует Грядущей беды, Снисходительно смотрит Умельная мать И не смеет его Унимать. О, я знаю Улыбку несчастную ту, Что приводит в безропотность И нищету, Что и дом, и мужей, И спасательный круг Выпускать заставляет из рук. Эти ямочки, знаю, На пухлом лице, Что всегда говорят Об ужасном конце, О способности сдаться Без жалоб и драк, Лишь бы только кричали не так, Об умении даже в позоре На дне, Вышивать, Собирать, Умеляться родне, Лепетать утешение Сынку по ночам, Умеляться смешным мелочам. О, я знаю, Что маленькой этой рукой Можно вышить наряды такой, И сякой бельё полоскать, И тюки разгружать, Но нельзя ничего удержать. О, я знаю, И то, что стараюсь вообще, Что нельзя никого уберечь вообще, Что нельзя никого удержать На цепи, Хоть горстями швыряй, Хоть копи, Потому что всегда Впереди ураган, Перегон Магадан, Гегемон Рукаган, Проституция грёз, Революция рос, Под конец разорился и грёз, Но и в самом укромном И мирном дому, Но и в самом укромном И мирном краю Никому не отъехать Родную свою, Что стоит у ворот, Выжидает черёд, И без пафоса всё отберёт. С детских лет Мне мучительно видеть уют, Всё мне кажется, Чёрные волны встают И шатаются стены, Сомнительный щит, И убогая кухня трещит, Всем под ветром Стонарь на просторе пустом, Мир, как дверь из легенды, Помечен крестом, И на всяком пути Возбегается крест. Так уж пусть хоть собачка поест. Ну вот, мне когда-то сказал, Не грех подспасно Со знакомством С выдающимися людьми, Когда-то мне сказал Вознесенский, Что в наше время Поэт должен выделяться, Он должен не пить, А быть верным одной женщине, Желательно жить долго, Ну и вообще опровергать Стереотипы серебряного века. И в этом смысле Я их опровергаю Очень усердно, Потому что Псалюбовная лирика Так или иначе Адресована Ирке Лукьяновой, Значит, Жене моей матери детей, И прозаику, По-моему, И плохому, Хотя я считаю, Что образ мужа Во всех его произведениях Отвратителен, Бездарен и непохож. Мы когда-то С Лукьяновой Когда женились, Мы дали друг другу Клятву Друг другу В прозе не описывать, Но после ее романа Ходил в пальто Такого бестселлера Я счел Как всегда свободным И написал Эвакуатора, Где, конечно, Лукьянова узнается В каждой интонации. Так вот, Я прочту еще один Такой стиш, Посвященный Лукьяновой, В котором она, Мне кажется, Тоже очень узнается. Иногда Мне кажется, Что я гвоздь Из времен позабытых Ни славный гость, Ни из трои И ни с голгофы, А простой Из стенки Не обессудь, Уцелевший После какой-нибудь Окончательной Катастрофы. В новом мире Нет никаких гвоздей, В нем гуляют Кучки недолюдей По руинам, Камням И лужам. Отойдя От тлеющего огня, Однорукий Мальчик Берет меня И не знает, Зачем я нужен. Иногда Я боюсь, Что ты микроскоп, Уцелевший Между Звериных Труп На окраине Неприметный, Окруженный Лесом Со всех сторон Инструмент Давно Улетевший Вон Экспедиции Межпланетный. Вся твоя Кампания Хвощи Злак, Обитатель Джунглей Не знает, Как обращаются С микроскопом. Позабавить Думая Свой народ, Одноглазый Мальчик Тебя Берет И гляди На тебя Циклопом. Мы с тобой Пленники Странных лет И простых, И сложных Предметов нет. Бурый слой От оста До веста. Для моей Негнущейся Прямоты И для хитрой Тайны, Что знаешь ты, Одинаково Нету места. Лучше к нам Составиться Поскорей, Чем гадать О замыслах Дикарей По прихлопам Их И притокам, А потом С тоски Залезать В кровать И всю ночь Друг друга В нее вбивать. Как вбиваю Гвоздь микроскопом. Значит, Спасибо. До сих пор, Как крым наш, Я лишен Возможности Туда ездить. Мне приходится Ездить в другие места. То есть, Отрезало Огромный И самый любимый Кусок души. Но Черногория Тоже Богато Всякими Впечатлениями. Вот я привез Откуда Такое стихотворение, Которое Называется Героические песни И имеет Эпигров Понятный С кого И Леонид Сурматыр И, конечно, Умер Из-за них. Бранко Дранич Был мужчина И в деревне Прыть да круть Отомстил ему За сына Прострелив Седую грудь. Эпос Длинный И бестолковый Что не Лицарь, То валет Скорбный Ротус И подковый Пика Сбоку Сбоку Тот же Страх У живых Жен Сажают На пол Верных Жарят На кострах В корте Карста Черно-красный Полуостров Удалец То вулканский То балканский То бакланский Наконец Крут Данила Был великий Удавивший Десять Жен Сброшен С крыши Был на пике А потом Еще сожжен Крутый Город Сын Данилы Но загнал Страну В тупик Так что Сбросили На вилы Пожалевший Даже пик Князь Всевлад Увековечен Он разрублен На куски Прежде Выбросили Печень С ветром Яйца Кишки Как пройдешь Соленароком Мимо княжьего Дворца Вечно Что-нибудь Из окон Там Вываливается Как Тупились Как Рубились Как Зубились Как Дровились До Песчинок Додровились До Лоскутив Дорвались Прынь Крут И тот Распался На Анклавы Крут Да Прыть Еще Зернистое Пространство Только Флагом И Покрыть Мусульмане Христиане Добровольцы И Вожди Все Сломали Расстреляли Над Кусили И Пожгли Местность Проглятая Чертом Бог Забыл Ее Давно Нынче Сделалась Курортом Пьет Десертное Вино Завлекает Водным Спортом Обладает Мелким Портом Населением Потерным И Десятком Казино Для того Ли Было Заркли Чужеземцев Потрясал Для того Ли Партизаны Истребляли Партизан Для того Ли Было Вытечь Реком Крови В эту Соль Столько Бранич Горько Митич Яйко Чосич Для того Ли Таково Теперь Смотреть Им На простор Родных Морей Слыша Как Пионом Третьим Спотыкает Сахары Вот И Спросишь Для того Ли Умирало Большинство Чтоб Кружилось Столько Моли И Ответишь Для того А чего Вы Хотели Я Б За это Умирал Если Кто Те Цели Самолично Выбирал Без Воздушью Безобразью Веря В Отчину И Честь Лучше Стать Лечебной Грязью Какова Она Есть Черной Сущностью Звериной Не делящейся На две Ни в резне Своей Старинной Ни в Теперешней Жратве Ты же Вскорменной Равниной Клейковиной Скукотой И По пьянке Незвериной И С похмелья Несвятой Так И сгинешь По дороге Из элиты В неолит Да и Грязь В итоге Никого Не исцелит Как всем людям Умеющим Что-то Делать Мне Постоянно Приходится Услушивать Укрёки В том Что я Делаю Не то В частности Напрасно Растрачиваю Свой талант На политическую Лирику Но Политическая Лирика Оказывается Долговечнее Чем нам Кажется Гораздо Долговечнее Чем Любовная Потому что Вечно Любить Невозможно Как мы Помним Из Лиронтова А политическая Лирика В России Без смерти То есть Ещё Не меняется Вот я Написал Стихотворение Оно В чате Было В новой Газете Вошло В эту Книжку А вот Недавно Его Какой-то Из моих Бывших Друзей Извлёк И опять Он Полетел По сети И звучит Как вчера Написано И называется Оно Станция Хочется Побыть Немного С массой Массой Я хочу Догнать Тебя Слышит Не смывайся Плоскомясой А иди Сюда Ирганитюа Как творцу Спекторского Когда-то Хочется Совместного Труда Уезжать Не хочется Ребята И в Париж Вовсе Никуда И по ходу Теле Год за годом Нагнетает Папостную Жесть Хочется Побыть С моим Народом Там Где мой народ К несчастью Лесть Хочется Уйти Из отщепенцев В чередел Пиндочников Лизать Хочется Писать Про ополченцев Страстных Изубастых Так сказать Как из Заворосии Прилепен Смерть Его Немного Норочит Да и стиль Не столь Великолепен Но восторг Не спрячь Шел Торчит Не сложить Торжественную Воду Не пролезть В услужливую Лесть Вот беда Не нужен Для народу Там Где мой народ К несчастью Лесть Толку А без соленой соли Пресну Его швыривают Вон Я ему В другой Потребен Роли Быть не там Где есть К несчастью Он И пока Во враг Уводит Трасса А в болоте Копится Метан Я обязан Быть не там Где масса Ибо кто-то Должен быть Не там Жизнь пройдет История И осудит То Где мой народ К несчастью Есть Там Где он Тогда К несчастью Будет Надо защищать Его же Честь Вот осядет Туча Нано Пыли И слезу Уронит Крокодил И заявит Что не все Жи были Там Где он Тогда К несчастью Был Ведь Не весь Он Шестовал По Корду Укроп Призывая Вести А пока Я должен Быть По Горло В том Чем Я Теперь Несчастью Есть Так что Лишь одно Меня тревожит В нынешней Махновщине Густой Этот Век Который Нами Прожит Перепишет Будущий Толстой Времена Пойдут Совсем Другие Правда Будней Выгорит Дотла И тогда В припадке Ностальгии Скажет Внук Какая Жизнь Была Крым Донец Романтика С походом Вольница Пассиональный Пыл И захочет Быть С моим Народом Там Где Мой Народ Крещать И Было Я прочту Пластежка Особенно Любимых Украинцами И В общем Есть За что Одно Называется Гомерическое Это Глава Из будущего Единого Учебника Истории Российских Гуманитарных Конвоях Насчет Троянского Конвоя Острид Соседняя Страна Меж тем Еще ни у кого Я не встретил Правды Вот она Благодаря Экспресс Конвою Гуманитарных Наших сил Понятно Сделалось Про то Чему И Шлиман Не отрывал Гомер Был слеп В картине Ясный Он разобрался Не вполне Войны Там Не было Троянской Речь О гражданской Шлавой Парис Конфликта Не желая Хоть был Венера И разогрет Не крал Жену Уменилая Все это Вымысел И бред Конечно Смрыкивают Бабы Но вряд ли Честно говоря За пастуха Она пошла Б от полноценного Царя А как же Здесь Лет осады В анатолийскую Жару Из-за Сомнительной Награды Вернуть Неверную Жену Один Пиару Разумеете И стопроцентное Вранье Воюют Только Из-за Нефти А в Трои Не было И кто поверит бы Что греки Культуры Истинные Отцы Какие млясовые Человеки Жрецы Бойцы Мудрецы Демократическому Устрою Патриотически верны Могли пойти На эту Трою Из-за Какой-нибудь Жены Конфликт Гомера Не прописан Но кое-где В подтексте Дан Там Гектор Ссорился С Парисом Они устроили Майдан Прямо Одной ногой В Магии Другого Выбрать Не смогли И греки Вынуждены Греческие боги Являлись там Во всей Красе Но устроили Им не по дороге Они за греков Были все Афина Прямо и открыто Вела Ахейские сюда Лишь Аполлон И Афродита За Трою Были Иногда Везде От Кипра И до Крита До нашей Волги Голубой Все знают Там где Афродита Там непорядок И разбой Там революции Пучи И педофилов Миллион И Аполлон Ничем не лучше Где Аполлон Там миллион Любой При виде Афродиты Ее порочной Красоты Сказать обязан Да иди ты Я сын Перуна Кто мне ты И хроли Трезво оценившим И скажем К черту Аполлон Сказал однажды Даже Ничем Вылали Яблин Или он Ахейцы Отрак ты Запомнишь Их дорогие имена Приплыли Чтобы раздать Бум помощь Запасы масла И вина А если кто Определенно Там об Агрессии Звездит То это Пятая колония И образительный терсит Татем Ахилла И Патрукла Ему такую Долбинка Что репутация Подмокла У всех терситов Навека Ахилл С его Патруклом Милым Сказали Година Не вой Мы так сказать Приплыли с миром И вот наш конь Точнее Конвой Мы вам Вручим его Сердечно Уже сегодня Например Коня там Не было Конечно Коня Воспел Слепой Гомер Солдат Большой Пассионарный В коня Не влез Наверняка Но был Конь Войн Гуманитар И грушиной И сахар И мука Пришел Противный Лаукон И залупался Говорят Что в том Конвое Упакован Конкретный Игреческий Отряд Увы Ушел Недалеко Из моря Вылезла Змея Сказала Здравствуй Лаку И не осталось Ничего Об этом Помнит Вся Эллада Культуры Греческое Едро А потому Что Вот Не надо Мешать Добру Творить Добро Еще Какая-то Кассандра Вопила Гибнет Царский Долб Прикинь Она была Каса И слабоумный Притом Неблагодарные Троянца Народу Неприсками Они стоят Они боятся Не пустим Вас А покажи Нам Ваше Масло А ваши Яйца Покажи И Воролобство Знает Цену Ахилла Воскрепнул Шутишь Брат Хорош Тянуть Ломайте Стен Добро Не ведает Преград Под Крики Гордого Героя По Гнетом Масло И Муки Какого Выспросить Провидца Вопрос Поставивший Ребром Весь Мир Все Время Нас Боится А мы С Добром Всегда С Добром Вам Надо Что Нибудь Другое Помимо Нашего Добра Тогда Мы Сделаем Так Втрое А то И Вечер Ура Ура Чего Галдите Как На вокзале Повторяя Свой Русофобский Бред Безусловно Сбили Но Вам Сказали Доказатель Что Это России Нет Заявили Вслух Ничего Не Спрятав Основной Источник Довольно Крут И Хоть Это Как Б С 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 Иногда Представьте Они Не Врут Там Ведется Пристальный Счет Потерян Сыроушный Вывод Имеет Вес Вообще Мы Штатам Ни в чем Не верим Но Пробоин Правда Пробоин Киес Из Чего Пресс Секретарь Обама Против Нашей Власти Не Ляпнул Вдруг Знают Все Что С Что Никогда Что Ни 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 Бог И Мы Противны Целому Свету Мы Привыкли К жизни В такой Среде Доказать Что Это России Нет Если Нет В Штатах То Нет Нигде А еще Мерзавцы Клевеющие Кныни Выполняют Дальцевский Совет Что Одна Стреляют По Украине Доказатель Что Это России Нет Аргументы Зыбкие А факты Утлые Мы Желаем Мира На Том Стоим Это К нам Должно Пробрались Укра Доносится Из-под Санкции Из-под Гор Вранья И Волны Клеве Отвечаем Мы По Пацански Доказать Что России Нет Да И Прежний Боик Что Сбил Андропов Ненавистный Штатов Сам Искани Вероятно Жертвую Был Укропов И Рис Подожгли Они А Провернут Жлобно Шипящих Зми Заявляют Дневно Фоменко Вслед Что Жан Доказатель Что Это Россия Нет А Россия Космос Победа Кадры Енисей Культура Добро Балет Остальное Эти Соседи Как бы Доказатель Что России Нет Предо мной Чужой Лежит Пространство Беспросветло Область Азерна Зло Непристойно Мстительное Пристрастное Зловонное Тину Изросло Тут Христос Бессилен А Святый Уда Кровениц Закат Убразил Рассвет Я не знаю Почитаю Прозу Да Давайте Спасибо А вот Записка Какой Интересный Какой Смысл Школьникам Учить Иностранные Слова Раут Консинуация Идиосинкразия Есть ли В этом Смысл Что Думаете О Преподаватель Знаете Пока Существует Идиосинкразия Такое Слово Учить Придется Моя Боря Я бы Все Заменил Уже давно Русским Аналогом Но К сожалению В мире Становится Все Больше Вещей У которых Нет Русского Аналога Просто Потому Что Они До России Не Дошли Потом Это Конечно Переменится Какие Книги Стоит Читать Малышам И Какие Читали Вы Я Привык Уже К сожалению К тому Что Мне Стоят Вопрос О Детском Читении На самом деле Я Совершенно уверен Что Детям Стоит Вообще Читать Какие Книги Я Дальше Считаю Что Книги Надо Прятать От Детей И Чем Больше Будет Прятать Тем Больше Будет Хотеться Пробраться И Прочитать Вот Я Не думаю Что Детям Надо Навязывать Какое Читение Но Если Вам Непременно Нужен Список То Я Считаю Что Детям Надо Читать Страшно Причина Очень Проста Страшная Это Всегда Хорошая Литература Можно Непрофессионально Написать Мелодраму И Выдавить Из ребенка Слезу Колену Можно Непрофессионально Написать Смешное Но Чтобы Написать Страшное Нужен Гений Потому Что Пугать Ну Это Вопрос Ритма Понимаете Вот Стивен Кинг Вы же понимаете Что Стивен Кинг Великий Писатель Потому Что Он Умеет Пугать Я Вообще Считаю Что Самое Трудное Когда Написать Хороший Рассказ Короткий Триллер У меня Это Получилось Раз В Жизнь Вот С Мажаровым Есть Люди Которым Это Удается И Надо Сказать Что Книга Кинга После Заката Вот Например Как Эн Или Аяна Детям Давать Просто Необходимо Я Думаю Детям Нужно Давать Тургенева Страшного Особенно Клару Милич Или Собаку Уму Себе Самому 20 лет Спустя Очень Страшный Если Вас Интересуют Дети Их Подростки Дети Лет 12 14 Это Лучшее Чтение Для Них Это Советская Романтическая Проза Прежде всего Сусанна Георгиевская Которую Я считаю Гениальной Писательной Когда-то Ее роман Отец Меня Абсолютно Перевернул И Точно Так же Ее Повесть Лугуня Или Колокола Ну В общем Ее повесть Чуча Про Говорящего Зверька Она Детям Совершенно Необходима Ну И Конечно Любой Ребенок Который В 12 14 Лет Прочитает 41 Он Будет Лучше Понимать Как Вообще Все На свете Устроено Вообще Луганев Полез Написать Вот Это Давал Но У Меня Очень Советские Вкусы Потому Что Я считаю Что В советское Время Было Лучше Чем Сейчас Не Кажется Мне Очень Важно Я Прочту Несколько Глав Любимой Своей Книги Во всяком Случа Мне кажется Что Лучше Она Называется Квартал В принципе Это Автобиографический Роман Но Поскольку Человек Сейчас Могут Выслушать Только Если Он Пообещает Деньги То Вот Каждый Кто Пройдет Этот Роман Он Получит Деньги Это Сборник Духовных Упражнений Рассчитанных На В Москве Сейчас Многие Проходят Квартал И Скоро Пройдут И Вот К 15 Октября Я Уехал Из Страны Чтобы Не Сталкиваться С Людьми Но Там Деньги Должны Прийти Не Сразу Но Они Придут Обязательно Если Упражнения Все Проделывать Если Они Не Пришли То Значит Мы Что Делали Не Так И Может В следующем Гор Продолжить Упражнения Довольно Трудные Но Если Делать То Действительно Уже Многие Прошли Ко Мне Просто На улице Часто Подходят Люди И Благодаря Надо Покупать Обязательно Три Экземпляра Этой Книги Потому Что Один Надо Сжечь Походу Там Для Прохождения А Из Одного Все Время Вырывают Листы Для Бумажного Самолетика И Так Что Чтобы Все Получилось Три Экземпляра 29 Сентября Кстати Сегодня Вы должны Поцеловать Ребенка В живот Это Не должен Быть Ваш Ребенок Своего То В живот Всякий Поцелует Мы Не Звери И Не Требуем Поцеловать В живот Первого Встречного Мальчика Мы Все Понимаем Время Такое Еще Сочтут Педофилом Или Мало Лишь Что Но Обойтись Без Поцелуя Никак Невозможно Это Одна Из Важнейших Ступеней Прохождения Квартала Дело В том Что Детский Живот Огромный Энергетический Центр От него Можно Зарядиться Нешуточной Энергией Ребенку От этого Ничего Плохого А вам Огромная Подпитка И вообще Это Очень Приятно Без Всяких Греховных Коннотаций Просто Взять И Поцеловать Ребенка В живот Это Кроме Того Смелый Поступок Преодоление Важного Психологического Барьера Вы Уже Знаете Что Одному Человеку Проходившему В тот Момент Квартал Это Очень Помогло Дело В том Что Вот Как раз Проходил Квартал Одним Из Первых Это Была Первая Редакция Тогда Еще Экспериментальная Рассчитанная На Прохождение С 15 Апреля По 15 Июля Тогда Многое Получилось И Этому Человеку Как вы Знаете Потом Сильно Повезло Там И Крупная Сумма Денег И Много Еще Чего Было Хорошего Правда С Поцелуем Получилось Не Очень Ловко Но Все Так Он Осуществил Задуманное Многие Гадали Почему Тогда Он Это Сделал И Даже Задали Вопрос На Пресс Конференцию Он Ответил Что Просто Ему Понравился Мальчик На Самом День Как Вы Понимаете Никакой Мальчик Ему Понравиться Не Он Любит Только Живот Он Долго И Стал Возможность Несмотря На Плотный График В Этот День Пославать Мальчику Живот Но Получилось Сделать Это Только При Прогулке Через Крема Никто Не Ждал Никого Не Предупреждали Больше Негде Было Взять Мальчика Если Бо Знали Конечно Мальчика Привезли На Дом Там Все Это Подусмотрено Он Боработал С Документами Не Не Ежая Никуда Привезли Кого Нибудь Из Наших Он Поцеловал Базилов Потом Борок Прополоскал Но Поскольку Надо Спонтанно Вот Он Выбрал Такой Вариант Так что Зря Все Недоумевали Если Вы Проходите Квартал Можете Позвонить Любому Другу Подруге Пригласить В гости Ученика Если Вы Учитель Найдете Вариант Чем Меньше Ребенок Тем Лучше Вам Проще Энергетика У него Выше Кроме Квартии Ребенку Некуда Деваться Он Не Может Убежать И Вообще Можно Затеять Подвижную Гру Вроде Пряток Обнаруживаете Ребенка За Шкафом У нас Такой Прячется Тут Ученик И Царь Его Заживут Это На улице Можно Сразу Звонить Звонок Будет Узнаграждение Так что Я даже Не знаю Как Он Будет Выкручиваться Но Судя По Тому Как Устоят Дела Тому Самому Игра Стоит Свечи Напоминаю Сквозь Одежду Нельзя Сквозь Одежду Ребенок Энергетикой Не делится Надо Именно Слегка Обнажить Пуп И Поцеловать При этом Можно Про себя Повторять Ом Мани Падми Хум Что В переводе Санскрита Означает Как известно Вот Целую Ребенка Пуп Вообще Если Знать Про кварталы Внимательно Изучать Его Многое В поведении Жвезд Первых лиц Группа Террых Детей Станет Не так Таинственным Вот Например Лужков Не Поцеловал Забоялся И видите Как Получилось А Герлускон Не поцеловал Но Не Ребенка Денеги Есть Но Осадок Остался Алла Пугачева Поцеловала Все Прекрасно Вышел Замуж Потом За Это Прекрасно Блог Скотека Екатерина Пишет Что В эпохе Буря Тревог Интимнейшее Стремление Души Поэты Приспомоются Бурей Тревог Он Слышит Ярус Поцелов Оттаги Мятежников Ведомых Катериной Катериной В стихе Катулы И даже Мы с вами Помним Что это В стихотворение Атис О кастрации Вы часто Говорите О ближайшемся Крахе Нынешнего Уклада Жизни В России Слышите Вы приближение Этого Краха В ваших Стихах И в других Стихах Современников Это Не будет Крах Это Будет Знаете Классический Совершенно Такой Анекдот Когда Летит Самолет И сбрасывает Атомную Бумбу Да Сбрасывает Под Европой Бабах Сбрасывает Там Над Америкой Бабах А потом Сбрасывает Ее В деревне Большой Пивнище Понялся Что там Ну вот Какой Большой Бабах Постепенное Оползание Огрушение И в ползучей Поступе Многих Вайх Современников Ну например В последних Стихах Олеси Николаевой Про Сашко Белых Я Это Ползучее Очень О чем Белых Слышит Как Вы Оцените Ну это Распад Будет А не Катастрофа То есть Все Будет Сравнительно Мило